Первым делом самолеты. 9 сентября высшему пилотажу исполнилось 100 лет. Начало этому сложному искусству положил военный летчик Пётр Нестеров, впервые в истории исполнив в небе мертвую петлю. О секретах и трудностях летного дела наш корреспондент Артём Кузнецов. Меня как швырнуло, двигатели заглохли и падаю. За 25 лет службы летчикам Арнольд Кульшан не раз попадал в чрезвычайные ситуации в небе. Справиться с трудностями всегда помогали навыки высшего пилотажа. По словам Арнольда Александровича, это не просто многочисленные манёвры. Петля, косая петля, переворот, боевой разворот. В первую очередь, это единство с машиной. Когда ты пилотируешь, когда ты испытываешь на всех режимах, во всех геометрических положениях, какие могут быть в жизни, и ты знаешь, как выходить из этого положения, вот тут-то, наверное, и формируется настоящий летчик. Пилотаж, конечно, как воду пьёшь холодную, когда хочется пить. Выпускник Ейского училища Арнольд Кульшан освоил 11 типов самолётов от Як-11 до легендарного МиГ-25. В конце 50-х познакомился с космонавтом Юрием Гагариным. Играл с ним в хоккей и в бильярд. Эталоном лётчика считает Петра Нестерова, основоположника высшего пилотажа. 9 сентября 1913 года в Киеве Нестеров впервые в истории сделал на самолёте замкнутую петлю в вертикальной плоскости. До Петра Нестерова мёртвая петля существовала только на бумаге. Никто не решался выполнить смертельно опасный манёвр. Но Нестеров так всё рассчитал, что даже не пристегнулся ремнями перед взлётом. И не ошибся. В верхней точке петли лётчик не выпал. Центробежная сила прижимала его к сиденью. Спустя год Нестеров впервые боевой авиации использовал таран. И ценой своей жизни сбил самолёт австрийских неприятелей. Он погиб 27 лет, но память о нём жива и сегодня. Артём Кузнецов, Сергей Гвоздев, Валерий Алексеев. Служба новостей.